Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Сегодня мы рассмотрим партию между чемпионом мира Магнусом Карсеном и украинским гроссмейстером Антоном Коробовым. Эта партия была сыграна на недавнем чемпионате мира по быстрым шахматам. Все мы знаем, кто такой Магнус, о его силе игры, о его блистательной эндшпильной технике. Но, а кто такой Антон Коробов, мы тоже знаем. Это очень сильный украинский гроссмейстер из Харькова. Он не входит в мировую шахматную элиту, но о силе его игры и в ярком бескомпромиссном стиле знают многие. Вот в этой партии Магнус Карсен тоже ощутил на себе эту силу игры и мощь атаки Коробова. Итак, в путь первый ход сделал Магнус Д4. Д5 и слон Ф4. Это лондонская система. Сейчас очень модно это начало. На элитном уровне так играют, кроме Магнуса Карсена, еще Александр Рещук и Гатакамский. С5. Очень активный ход Коробов верен своему стилю. Е3, конь С6, С3. Как истинный лондонец, Карлсен выставил вот такой треугольник. Дальше он согласен разменять своего чернопольного слона, но оставшийся белопольный будет хорошим. Конь Ф6, конь Д2, Е6, конь ЖФ3, слон Д6. Меняет слонов Коробов, но Карлсен, конечно, не идет на поводу своего соперника. Играет слон Ж3. Такой вредный отход слона. Имеется ввиду следующее, что если черные рокируются, то брать на Ж3 нехорошо, из-за АЖ и ладья будет вскрываться. Атаковать короля черных. Но, как мы знаем, в шахматах нет правил без исключения. И к любым понятиям стратегического характера нужно подходить не догматически. Как мы увидим дальше, в партии все-таки Коробов взял на Ж3 и рокировал в короткую сторону. Рокировка слон Б5. Редкий ход. Теория здесь рекомендует слон Д3. Прицеливаясь где-то к пешке АЖ А7. Тогда уже действительно взять на Ж3 будет очень опасно. Ну а слон Б5, ход призван побороться за поле Е5. То есть Карлсен хочет разменяться на С6, занять поле Е5 конем. Ну а дальше другой конь станет на Ф3. Скорее всего рокировка. Может быть где-то даже Ф4. Вот такой план у белых. Но Коробов шахматист вредный. А как мы знаем, что сильные шахматисты, вредные шахматисты. И он не дает провести Карлсену свой план. Поэтому слон уходит обратно. Б6. Е4. Сразу удар по центру. Не рокирует пока Магнус. Пытается нанести удар Е4, Е5. Конечно, здесь позволять бить, вернее продвигать пешку на Е5. Черные не могут себе позволить. Поэтому приходится бить на Ж3. А конечно же АЖ. Ладья мы видим уже вскрылась. И у белых появляется план с длинной рокировкой. В принципе, при определенных обстоятельствах, король белых может даже стать на Ф1. И дальше на Ж1. Ладья атакуют по линии АЖ. И здесь Коробов допустил неточность. Нужно было сыграть все-таки АЖ6. Снимая удар с пешки возможного слона. Далее Е5. И вот тут интересный ход. Конь Ж4 самый точный. С идеей на конь АЖ4 сыграть и в 5. Построить вот такую каменную стену. Конечно, на взятие на проходе последовало бы конь Ф6. То есть, вот так можно было вполне держать позицию. Не худшая ее. Ну, а он сразу пробил в центре. И после конь Е4 у белых появилась некоторая инициатива. Понятно, что здесь пробивать коня нельзя. Из-за слона Е4. И видим, что под ударом пешка на А7. И ладья на А8. Черным в пору сдаваться. Поэтому Коробов сделал запланированный заранее ход. Конь Ж6. И тут уже Магнус ответил неточностью. Сыграл ДЦ. В этой позиции лучше было сыграть конь Е5. И в лучшей своей форме, скорее всего, Магнус так бы и сыграл. Напомню, что на этом чемпионате он проиграл несколько необязательных партий. То есть, те партии, в которых он мог вполне рассчитывать на победу. Но в крайнем случае на ничью. Он проиграл. И вот в этой партии мы видим, что неточность свидетельствует о такой плохой форме чемпиона мира. Нужно было сыграть конь Е5. Повторюсь, далее конь Д5. Хуже слон Б7. Из-за кони Ф6. Ферзи Ф6. Дальше выигрывается качество. Правда, у черных в этом варианте А6. Взяли, взяли. Есть некоторая компенсация. Но она не вполне достаточна. Ну а после конь Д5 лучшего хода, все тоже. Ферзь Х5, Х6 и ладья Д1. Здесь наращивается давление на позицию черных. Опять же, король здесь может и рокироваться в короткую сторону. То есть, будет игра по центру. Может, в принципе, как я уже говорил, сыграть король Ф1 и король Ж1. Но Магнус пробил на Ц5. И далее Коробов, опять же, верный своему стилю, не стал пробивать на Ц5. А сыграл на развитии. Слон Б7. Конь Ф6. Ферзь Ф6. ЦБ. И дальше Е5. Ну, понятно, что это все было задумано заранее. И здесь не было смысла пробивать АБ. Например, такой вариант, возможно, был Ферзь Е2. Е5 с угрозой Е4. Где-то в дальнейшем. Слон Е4. Взяли-взяли. Ладья ФД8. И рокировка. Здесь у белых небольшой перевес. Да, у них три пешки против одной. Но все-таки у черных есть некоторая инициатива. И все-таки четыре пешки против трех. И одна из белых пешек сдвоена. Поэтому перевес белых здесь не такой уж большой, но довольно ощутимый. Ну, и при технике Магнуса, зная его техничность, мы можем предположить, что здесь партия пошла бы на два результата. И наиболее вероятный был выигрыш белых. Но Коробов, конечно же, ответил активно. И сыграл Е5. Он угрожает вилкой на Е4. Поэтому здесь ответ белых практически вынужден. Слон Г6. И HG. То есть мы видим, что линия H полностью вскрылась. И у белых, конечно же, появляются матовые идеи. То есть если ферзь будет угрозить матом с полей H7 или H8, то может оказаться, что защиты от этого мата не будет. Вот в этой позиции нужно отметить, что черные могли бы сыграть и FG, вскрывая линию F для ладьи. Тогда за белых лучше ферзь B3, король. То есть слон ладья F7, рокировка AB и ладья AD1. Вот в этой позиции у белых опять же перевес. Но линия F дает контуршансы черным. HG. Сыграли все-таки черные. Не боятся мата по линии H. И здесь Магнус сразу же соблазнился возможностью дать мат. Он сыграл ферзь D7. Очень интересный ход. То есть он хочет перебазировать ферзя на H3. Попутно напал на слона B7. Но этот ход не лучший. И мало того, это ошибка. Значит, далее можно было сыграть все-таки БА в этой позиции, не ферзь D7. Не боятся пробега пешки Е. И вот такой интересный вариант демонстрирует компьютер. Е3, F, Е, слон G2. Ладья H4. Фигуры держатся. И вот что интересно, на ферзь Е5 еще король F2. Король по стеницу защищает сам себя. И к белым не подкопаться. На G5, Ладья H5, G6. Бьем, бьем. Здесь лишнее качество. У черных, но уже очень много пешек забрали белые. Конечно, мат они не поставят. Вот видим А4. Брать пешку нельзя из-за мата на H7. Мат, конечно, белые не поставят. Но за качество у них три пешки. То есть здесь позиция у белых очень близка к выиграну. Но Магнус, повторюсь, сыграл ферзь D7. И кажется, что этот ход очень сильный. То есть нужно, скажем, отходить куда-то слоном. Комендаторы Евгений Мирошниченко и Анна Рудольф указывали на ход С8 в этой позиции. Но он довольно пассивен. Ну а Коробов нашел лучший ход. Он сыграл ферзь B6. Не забывая самому атаковать уже белых. Напомню, что король пока в центре. И добраться до него не так легко. Альтернатива была в ходе слона F3. Ж, F. Понятно, ферзь H3 играть нельзя, так как слон H5 можно было. В принципе, ферзь H3 ход возможный. Слон H5, G4. Но понятно, что здесь мата не будет. А черные имеют время на развертывание своих сил. Ж, ферзь F3, ферзь H3 защитили ладью. Дальше очень интересный вариант. F5 защитились от мата ладья D1. Грозит ладья D7 и мат на H7 или H8. Поэтому ферзь C6 прикрыли поле. Видим, пешку пока нет времени взять. Пешка идет вперед. Возможный такой вариант. Здесь бить ее нельзя. Из-за шаха. И дальше ладья D6. По шестой линии приходит беда. Поэтому нужно играть аккуратно ладья D8. Ферзь H8, король F7. Взяли-взяли. Забрали. Ну и здесь такой длинный ход, который нужно было предусмотреть заранее. Ферзь H1 и Ферзь B7. Забрав одну за другой ладью и пешку. Очень важную пешку белых. Черные свели игру к равному ферзевому окончанию. Но Ферзь B6, конечно же, это более активно. Тем более, что Коробов мог и не досчитать до конца. Этот вариант с ходом слон F3. Нужно отметить, что примерно в этой позиции у Магнуса уже оставалось очень мало времени. То есть примерно полминуты против 7 минут Коробова. Что, конечно же, давало возможность Коробову просчитать аккуратно все варианты. Ну а Магнус, конечно же, не имел такой возможности. И, возможно, во многом именно этим объясняются те грубые ошибки, которые последовали далее. Здесь сыграл Магнус КНЖ5. Идея, конечно, ясна. Он хочет зарядить ладью на H8. Дальше Ферзь H3 и Ферзь H7 ма. Ну, понятно, такой гроссмейстер, как Коробов, не даст Магнусу поставить такой ма. Но последовательнее было не КНЖ5, а Ферзь H3. Далее F6. 3-0. Защищая пешку на B2. Ладья Fd8. Далее Ферзь G4. Напали на G6. Ладья Т5. Взяли, взяли. Ну, здесь примерно равная позиция возникала. И белый Король, и черный находятся в опасном положении. Но эта опасность уравновешивается. Магнус же сыграл КНЖ5 с известной идеей Ладья H8. Ну, и Коробов побил на G2. То есть, здесь у черных все срастается. Ход СНЖ2 имеет две цели. Первый, это атаковать ладью. Ну, а самое главное в этой партии, это защитить поле H3. То есть, вот здесь, чтобы не было маневров Ферзь H3, Слон не только атакует ладью, но и защищает это поле. Дальше белые ответили запланированным 3-0. И вот в этой позиции раскрывается замысел Магнуса. Нельзя бить на H1, конечно же, и за ладья H1. И вот этот механизм срабатывает. То есть, здесь очень важно, что конь уже стоит на G5, и хода Ф5 или Ф6 здесь нет. Например, на ладья АБ8 с угрозой Ферзь Б2 белые матовали первыми. Уже указаны способы. Вот так могла закончиться партия, если бы соперником Магнуса был, скажем, перворазрядник или кандидат мастера. Но сильные шахматисты видят эту тактику. Не хочу обижать, опять же, перворазрядников или кандидатов. Я сам кандидат за эту тактику. Я тоже видел без компьютера. Поэтому сыграл ладья АБ8 Коробов. Не стал соблазняться этой ладьей. Ну и дальше последовало Б3. Нужно сказать, что эта позиция уже проиграна за белых. Нет здесь у них достаточных ресурсов для продолжения атаки. Черные фигуры держат все ключевые поля под прицелом. Ну, возможно, наиболее упорный ход. Здесь, возможно, было Б4, но Б3 более аккуратно. Не будем критиковать здесь Магнуса. У него оставалось очень мало времени. Ну, и тем более позиции, как я сказал, уже объективно проиграны. Ферзь Ф2. И дальше Ферзь Ж4. Вот здесь нужно остановиться на интересном практическом шансе. Такой ход показывает компьютер. Ладья АЖ7. Ладья становится под защиту коня. В чем здесь дело? Дело в том, что на ход Ферзь А2 кажется все в порядке. То есть, слон держит поле АЖ3. Нет хода Ладья АЖ8. Но есть ход Ладья ДАЖ1. И вот здесь понимаем, да, что снова на АЖ1 бить нельзя. Проходит все та же матовая комбинация с жертвой Ладьи АЖ8. Единственный ход это Ферзь А1. И дальше вот такой вариант. Ферзь Король Д2. Приходится бить на АЖ1. Ладья АЖ1. Здесь чисто компьютерный промежуток. Ладья АЖ7. Ферзь А4. Еще шажочек. И слон АЖ1. Ферзь А4. Слон Д5. С4. Здесь у белых небольшой перевес. Но, конечно же, на Ладья АЖ7. Лучше сыграть Ферзь Ж3. Держа под контролем поле АЖ3 Ферзем. Теперь нельзя ходить, конечно, Ладья ДАЖ1. Так как слон побьет. Здесь, повторюсь, поле АЖ3 держит черный Ферзь. Ферзь Д2 возможен ход. Так как нужно защищать на С3. Ф6. Конь Е6. Забрали. 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 И черный остается с лишней фигурой. Матовых угроз здесь совершенно никаких черному королю нет. Но в партии последовала Ферзь Ж4. И Ладья ФЦ8. Здесь уже было возможно взятие наш А1. И далее Ладья ФЦ8. Нет мата. То есть мы можем Ладью отдать. Дальше дать пару шахов. Но Король убегает через поле Е7. Но Коробов не стал менять характер позиции. Сыграл Ладья ФЦ8. Создал новый угрозу Ладья Ц3. Король Б1. И этот ход уже Карлсон делал на падающем флажке. Другого в принципе нет. Ну конечно здесь опять же можно было пробить наш А1. И Ладья Ц3. Но Коробов опять же не стал менять характер позиции. Сыграл Ладья Ц3. Здесь Манус к своей чести нашел такой тактический шанс. Ферзь Б4. Кажется очень грозный ход. Мы напали одновременно две Ладьи. Бить конечно Ферзя нельзя. Из-за Ладья Д8. И это натуральный мат. Но Коробов сыграл Ладья ЦС8. После чего Манус незамедлительно признал себя побежденным. Так как здесь очень серьезные угрозы. Ферзь Ц2. Ферзь под боем на Б4. По-прежнему мата никакого черному королю нет. Нужно сказать, что здесь возможен был и ход Ферзь Ф5. Дальше Ладья Ц2. Король А3. Ферзь Ц8. С угрозой Ферзь А6. И дальше. Да. Ну тут угроза какая. Здесь угрозы Ферзь А6 возможно нет. Главное, что черные защитили Ладью на Б8. Которые атакуют Ферзя. Поэтому Ферзью приходится отходить. Ну и дальше например такой вариант. Ну и Ферзь Ф8 был ход возможен. На Б4. Ладья Б4. Ну так тоже можно. Коробов ответил наиболее таким солидным ходом. Конечно же Магнус здесь, как я повторюсь, уже признал себя побежденным. Вот такая интересная победа Коробова. Конечно он был доволен, что огорчил чемпиона мира в 23 хода. Фактически перед нами миниатюра. Но повторюсь, что Магнус конечно в этой партии был не похож сам на себя. Тактика не срасталась. Все идеи соперники его видел. И ничем удивить украинского гроссмейстера норвежцу не удалось. Поэтому вот такая интересная партия. Надеюсь она вам понравилась. Спасибо за внимание. Всего доброго.